Первое решение, которое приняли депутаты на последние сессии года, это увеличение расходов фонда обязательного медицинского страхования на 2022 год на 10 миллионов рублей. Решение было принято в экстренном режиме, потому что за два последних дня года фонду необходимо оплатить лекарства, которые они заказали для лечения онкологических больных. Фонду удалось заработать больше запланированной суммы, но чтобы ее потратить, потребовалось разрешение народного собрания. Предлагается, учитывая темпы роста поступления доходов фонда обязательного медицинского страхования республики, а также острую необходимость создания резерва химиопрепаратов для онкологических больных и при наличии финансовых возможностей увеличить доходную часть бюджета фонда на сумму 10 миллионов рублей и расходную часть бюджета фонда на сумму 10 миллионов рублей соответственно. Изменение повлечет за собой обеспеченные на территории республики Абхазия больных, нуждающихся в химиотерапии необходимыми медикаментами, своевременно и в полном объеме, что предусматривает социальная политика данного фонда. Также срочно в окончательном чтении было ратифицировано соглашение между Абхазией и Россией о содействии реализации госпрограммы социально-экономического развития республики на 2022-2025 годы. Принять это было необходимо для того, чтобы в наступающем году не возникло проблем в частности с выделением зарплат работникам бюджетной сферы. И все, что касается социально-экономического развития и софинансирования по основным бюджетным категориям, то есть все это отображается в данном соглашении. Срочность ратификации данного соглашения стоит в том, что если мы это не сделаем до конца нынешнего года, то есть у нас потом уже могут возникнуть проблемы с выплатами по бюджетным нашим направлениям. Поэтому просим его, рекомендуем принять его ратификацию на данной сессии. Ратифицировали депутаты и соглашение между Абхазией и Россией об урегулировании вопросов двойного гражданства. По словам депутатов, для населения республики этот закон несет больше перспектив, нежели для жителей России, так как не дает им права на упрощенное получение абхазского паспорта. А вот граждане Абхазии такую возможность в России получают. Кроме того, очевидный плюс в том, что обязательную службу в армии владелец двойного гражданства имеет право пройти в одной из двух стран. Условия вступления в абхазское гражданство, они остаются такими же, какими они были. Единственное, это соглашение дает возможность гражданам Абхазии легально находиться в гражданстве Российской Федерации. Кроме того, это соглашение еще устанавливает возможность прохождения военной службы именно в стране, гражданином которой заявители являются. То есть, если это гражданин изначально, гражданин республики Абхазии, он проходит военную службу в рядах вооруженных сил республики Абхазии. Если это гражданин Российской Федерации, соответственно, в рядах вооруженных сил Российской Федерации. В окончательном чтении были приняты бюджеты фондов инвалидов Отечественной войны народа Абхазии, социального страхования, репатриации. Пройдя первое чтение, бюджеты были доработаны, но существенных изменений не претерпели. В частности, фонд социального страхования поднимает уровень пособий по рождению детей и уходу за ними. Депутаты поддержали эту и другие инициативы фондов. Кроме того, депутаты проголосовали за резервные фонды президента и премьер-министра, средства которых идут на поддержку граждан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. В финансовом ведомстве нашей страны более 5200 заявлений граждан Республики Абхазии с разными просьбами, в том числе улучшение жилищных условий, люди в трудную жизненную ситуацию попали, ну и так далее. Я так полагаю, если вы поддержите эту инициативу, она в любом случае в течение года возникнет и возникает. Она вот прямо с первого числа. Сегодня резервный фонд, вы знаете, полностью уже использован и все направляется на поддержку граждан. Я так полагаю, что следующий год и последующие, какие бы ни были годы, они не исключения, такие же. Не по всем статьям бюджета голосование проходило гладко и без дискуссий. Достаточно много времени потребовалось депутатам, чтобы решить, сколько денег выделит Черномор Энерго. На счет 200 миллионов на покупку и установку счетчиков парламентарии почти не спорили, так как считают, что учет израсходованной энергии – первый и основной шаг для упорядочения процесса потребления оплатой, а значит и развития энергетики Республики. В России Черномор Энерго, такая у них информация, где приборы учета устанавливали, на 30% снижается потребление, на 55% увеличивается собираемость, нагрузки снижаются, аварийно снижаются, но по всем показателям, даже если брать экономически, подходить по коммерчески, эти деньги обратно возвращаются. И в часть бюджета, часть Черномор Энерго на 200 миллионов, в пристеле Черномор Энерго сказали, что это около 12-13 тысяч счетчиков. И эти деньги, если считать у них, получается, в методологии 700 рублей на каждый счетчик увеличивается в месяц, умножить на 13 тысяч, умножить на 12 месяцев, получится на 109 миллионов. Это помимо того, что снижается потребляемость, собираемость увеличивается, нагрузки снижаются, еще и в виде денежных средств и деньги возвращаются. В течение двух лет эти деньги, так можно сказать, отбиваются, и дальше уже, если в таком режиме мы будем выделять деньги Черномор Энерго, эффект будет незамедлительный, через год, через два мы этот эффект на себе ощутим. И поэтому единственная возможность, это практика мировая, что единственная возможность, чтобы наша энергетика оставалась нашей, Абхазской, это только установка приборов, учетов, больше нету никакого рецепта. Однако вопрос выделения 50 миллионов Черномор Энерго на покупку расходных материалов для оперативного реагирования на аварийные ситуации вызвал бурную дискуссию. Депутаты, чья профессиональная деятельность связана с энергетикой, уверены в том, что эти деньги необходимы Черномор Энерго. Если не будет у них этих аварийного запаса, который у нас сегодня нету в Черномор Энерго, они хоть там выключатели бывают зимой, выйдут из строя, нужно будет провода, нужно будет трансформаторы. На что они это купят? На 10-15 миллионов, которые у нас сегодня есть в Черномор Энерго. Большинство парламентариев выступили против выделения дополнительных средств в Черномор Энерго. По словам Алхаса Хагба, непрозрачное расходование средств энергетиками не дает возможности доверять им дополнительные бюджетные средства. Комитетские заседания были на комитетах, говорили с ними по этому поводу. Я как помню, 45 миллионов, если я не ошибаюсь, в месяц. Они нам 510 миллионов по ноябрь месяц они сказали, что собрали. Мы задавали вопросы, здесь руководителя не было, но были бы представители его. Честно вам сказать, при всем уважении ко всем, кто пришел и кто руководит, но мы внятного ответа не получили на это. Это мое личное мнение, мое видение. Я считаю, что для того, чтобы им государство сегодня помогало, как минимум они должны способствовать этому, они должны работать. Это в их интересах собирать деньги. Пусть собирают деньги, пусть делают все как полагается. Естественно, если не будет хватать, может и 100 миллионов государства даст, и защит эти средства. Акан Кварча ситуацию в Черномор Энерго прямым текстом назвал бардаком и выступил против выделения им дополнительных миллионов. Там бардак. От того, что мы еще больше дадим, мы даем возможность еще больше плавать там. Понимаете, как хотят они плавать. Пока бардак там не закончится, надо чуть-чуть там порядок навести. Теперь, если денег не хватает, еще раз. Вот вы говорите, там здесь кто-то из коллег сказали, при ЧС, по-моему, Герман сказал. При ЧС, что делать? При ЧС, дорогой мой, мы собираемся принимать бюджет президента. Проблем нет, если ЧС там будет, есть фонд президента, который оттуда можно выделить. Видите, все оказывается нормально, все легко и просто. По словам министра финансов Владимира Делба, госбюджет – документ довольно гибкий. Поэтому, даже если сегодня депутаты не проголосуют за дополнительное выделение средств в Черноморэнерго, это не значит, что энергетики останутся без поддержки. В случае необходимости статью расходов можно будет дополнить. В 2023 году будут продолжены масштабные бюджеты инвестиций по линии инвест-программы. Более полумиллиарда рублей собирается выручка. Но вот эти вот все источники, да, вот эти все инъекции, которые поступают, наверное, какую-то могут дать возможность. Вдруг, если будет не хватать, у вас есть пример. Октябрь текущего года. Ну, я так полагаю, что, наверное, можно будет рассмотреть и дальше. В один день же нельзя принимать бюджет на весь год и потом не вносить туда изменения. Но это же так не бывает. В итоге депутаты проголосовали против выделения 50 миллионов Черноморэнерго. А следом отказали и во внесении в бюджет 56 миллионов на компенсацию российскому бизнесмену Панову, соучредителю завода полимерных труб. По словам депутата Кана Кварчева, в соглашении четко прописаны случаи, когда компенсация предусмотрена. И ни один из них не подпадает под существующую ситуацию. Статья 6-го данного соглашения, они определены. Это, значит, идет компенсация по договору в результате войны, военных действий, революции. Правда, революция еще не произошла, но все может быть. Мятежа аналогичных обстоятельств. Скажите, пожалуйста, что здесь применимо и ради чего мы должны компенсировать 56 миллионов людям, которые на частный бизнес, у которых есть какие-то между собой, какие-то склоки, недопонятные. Теперь, где документы, подтверждающие необходимость или экономическую обоснованность, выгоду от приобретения данного объекта для государства? Более того, даже контрольная палата не может определить целесообразность расходования бюджетных средств на эти цели. То есть было заключение контрольной палаты. А Дмитрий Маршанни предложил выход из ситуации. Льготное кредитование. В случае, если этот бизнес действительно того стоит. На мой взгляд, самая лучшая форма поддержки этим людям, уважаемым людям нашей страны. Льготное кредитование для них, на мой взгляд, это лучше. И тем более, если на самом деле это выгодно экономически. Я думаю, что иноциональный банк, имея такие активы, они в залог возьмут какую-то часть основных средств. Вызвала дискуссию и доходная часть бюджета. Депутаты недовольны тем, что в бюджете не отражаются долги перед государством, извлечения которых могло бы существенно повысить доходную часть. Задолженность перед республиканским бюджетом – 693 миллиона. Задолженность перед местными бюджетами – 611 миллионов. Задолженность перед пенсионным фондом – 483 миллиона. Перед комитетом по репатриации – 42 миллиона. Фонд соцстрахования – 50 миллионов. Фонд обязательного медицинского страхования – 17 миллионов. Фонд инвалидов – 43 миллиона. Итого задолженность перед всей бюджетной системой Абхазии 1 миллиард 939 миллионов рублей. Инар Гитсба задал вопросы председателю контрольной палаты, почему накапливающиеся долги перед государством не изымаются и даже не предпринимаются такие попытки. На что получил ответ Роберта Аршба, что его ведомство уже много лет ставит этот вопрос перед исполнительной властью. Но очевидно, что воли властей и законодательной базы не хватает на то, чтобы заставить должников расплатиться с государством. Видимо, у исполнительной власти недостаточно либо воли, либо с точки зрения законодательства для того, чтобы решать эти вопросы. Мы, кстати, в своих заключениях, это может быть уже чуть-чуть поздно, потому что бюджеты о небюджетных фондах приняты, но мы там рекомендовали, один из методов был включить администраторам доходов Министерства по налогам и сборам по изъятию этих недоимок. Но мы почему-то не хотим на эту меру пойти, и в том числе получается, что и данная рекомендация не услышана. Одобрение депутатов прошло финансирование районных судов на 10 миллионов рублей. Деньги пойдут на выплаты сотрудника младшего звена, а также проведение обязательной переаттестации судей. Бурное обсуждение вызвало вопрос моратории на повышение тарифов на электроэнергию с 1 января 2023 года. По словам его инициатора Эрика Рштуни, правительство не до конца честно поступает с потребителями, принимая противоречащие друг другу решения. В государственном портале, то есть агентстве Апсенпресс, вышла информация относительно того, что с 1 января 2023 года для физических лиц потребление электроэнергии в бытовых целях с использованием однофазного присоединения будет применяться пониженный коэффициент. Его размер составит 65 копеек за киловатт-часов. При наличии трех фаз будет стоить 85 копеек. Это вот у меня скрин через буквально один день выходит на Апсенпресс другое, другая информация. Считаю, с 1 января 2023 года также для физических лиц потребления электроэнергии в бытовых целях с использованием однофазного присоединения будет применяться пониженный коэффициент для расчета тарифа на электроэнергию при 1 киловатт-часе 1 рубль. Физические лица, потребляющие электроэнергию в бытовых целях при наличии трехфазного присоединения 1 рубль 30. По мнению депутата, повышение цен на свет никак не повлияет на ситуацию в энергетике, так как первое увеличение тарифа в июле этого года показало тенденцию к снижению собираемости оплаты. Собираемость у нас сегодня в стране около 13%. Еще она уменьшится с принятием этого руб. Черномор Энерго, как энергоснабжающая компания, заявляет о том, что не делайте этого, не повышайте эти тарифы. Энергетики сами об этом говорят. Единственная цель, по моему мнению, которая сегодня преследуется в случае с увеличением тарифа, это повышение инвестиционной привлекательности энергетической отрасли Абхазии. На мой взгляд, это так. А по мнению Кана Кварча, повышение стоимости света – это вообще не инициатива власти Абхазии, а движение на поводу у российской стороны. Там один из пунктов есть такое определение, что ценообразование по электроэнергии формирует Министерство экономики российской, Минек России. Извините меня, а для чего тогда Министерство экономики Абхазии существует? Это их проектирование, это закон так говорит. Регулятором цен в Абхазии является Министерство экономики Абхазии. Слушайте, я не понял, что за нас уже индикативный план формируют, на бюджет. Ну там поищите какой-то диспункт, есть там, я смотрел. В итоге голосование мораторий не прошел. Из 26 присутствовавших проголосовало 22 депутата. 9 за, 5 против, 8 воздержались. Таким образом, решение считается непринятым. Но Эрик Штуни не собирается сдаваться. Он намерен инициировать создание депутатской комиссии по этому вопросу. Я буду это инициировать. Мы поддержим. И хочу просто полностью в этом вопросе, на самом деле, разобраться. И здесь огромное количество вопросов. И у каждого из вас я знаю об этом. И эти вопросы, они сами по себе не отпадут. Если нужно будет непосредственно, чтобы некие руководители понесли ответственность, и депутаты поддержали и вот умом недоверия, и многими теми рычагами, которые имеем возможность сегодня использовать. Я это буду делать. Надеюсь на вашу поддержку. Спасибо большое. Кроме того, на последней сессии парламента 2022 года депутаты без особых споров приняли решение сократить срок пребывания под арестом за употребление марихуаны с 15 до 3 суток. В целях разграничить ответственность за употребление легких и тяжелых наркотиков. А также приняли закон об аккредитации. И в конце сессии обсудили ситуацию на таможенном поступцов, где сутками простаивают очереди перевозчики цитрусовых. Депутат от Гурхарази выразил свое недоумение по поводу этой ситуации. Грузины, они проезжают свободно. Это тогда, когда несколько тысяч грузин воюют сегодня против России. А наши ребята каждый день погибают за Россию и при этом находятся в России чиновники, которые просто издеваются над нашими гражданами. Почему наши уполномоченные на это органы не ставят официальный вопрос? Что означает я поговорил с тем или этим? Где официальные письма того же нашего МИДа? Кто-нибудь опротестовывает? Никто не имеет права говорить водителю выгружай машину. Я смотрел таможенный кодекс России. Они должны, если есть информация, что в этой машине везут какой-то контрабандный груз. Они имеют право всю машину выгрузить, но должны сами выгрузить весь товар в присутствии понятых. Но это делается выборочно. Но то, что сегодня творится, это вообще немыслимо. И люди спрашивают, для чего наши ребята гибнут. Свои жизни отдают. Мы все время тянемся к России, но в России находятся люди, которые нам говорят, вы нам не нужны, отталкивают нас от себя. Я думаю, что это на самом высоком уровне надо поднимать вопрос. Мы нужны России? Мы союзники с Россией или нет? Этим и завершилась последняя сессия уходящего года. Депутаты разошлись на короткие новогодние каникулы по традиции под гимн республики. Мария Анкотова, Иннала Гухава, Абазатова.